здравствуйте в эфире программа классные уроки плюс 100 к интеллекту меня зовут алина гофман и я являюсь преподавателем школа лидера сегодня мы с вами будем говорить об активах и пассивах в управлении личными финансами для начала я бы хотела с вами немножечко поговорить о финансовой независимости и вообще что же это такое ну на самом деле финансовая независимость это возможность жить так как вам хочется и ни в чем себе не отказывать на самом деле финансовая независимость это естественное желание любого человека я думаю всем хочется лежать где-нибудь на берегу моря проводить достаточно много времени со своей семьей со своими друзьями вместо того чтобы очень много времени сидеть на работе где-нибудь в офисе в душном сидеть где-нибудь в душном офисе и работать поэтому нам нужно стремиться к тому чтобы стать финансово независимыми и здесь нам помогут такие два понятия как актив и пассив у многих возникает ассоциация со скучной работой бухгалтера который день и ночь сводит дебет с кредитом на самом деле отчасти это является правдой потому что эти два понятия понятия актив и пассив пришли к нам из бухгалтерского учета давайте рассмотрим такой пример живет семья в трехкомнатной квартиры семья муж жена и ребенок и вполне достаточно две комнаты получается третье у них просто пустует ну и так называемая кладовка на самом деле эту комнату которую они сделали как кладовку они могли бы превратить в актив как они могли бы сдавать эту комнату ну например студентом и тем самым студент будет им платить каждый месяц определенную сумму за эту комнату за то что он снимает эту комнату тем самым семья превратит свою квартиру в актив то есть актив это все то что приносит нам доход также к активам у нас относятся различные банковские вклады до когда мы кладем деньги на счет и со временем нам начисляют банк проценты сюда же у нас относятся различные ценные бумаги но опять же то движимое и недвижимое имущество которую мы сдаем в аренду каким-нибудь людям ну или например если все-таки семья решила не сдавать эту свободную комнату в аренду то получается их квартира становится пассивом так как нам нужно платить за нашу квартиру различные коммунальные услуги налоги и так далее то есть пассив это все то что тратит наши деньги в данном случае квартира будет тратить наши деньги также к пассивам у нас относятся различные займы у друзей коллег родственников сюда же у нас относятся краткосрочные и долгосрочные кредиты или ипотеки которые мы берем в банке квартира и машина которые мы используем для собственного пользования то есть говоря простым языком актив помогает приобрести нам деньги а пассив наоборот тратит их и я думаю понятно что нам нужно всем стремиться к тому чтобы избавиться по максимуму от всех пассивов из своей жизни хотите узнать чего вы стоите на самом деле сейчас вам расскажу как это сделать только реальные цифры покажут действительно сколько денег у вас есть в свободном пользовании для этого вам нужно взять блокнотик тетрадку или листочек начертите себе табличку которая состоит из двух столбцов и в при на протяжении месяца записывайте в первый столбец все что приносит вам доход точнее сколько дохода вам принесла та или иная деятельность а во втором столбце записывайте все точнее записывайте все ваши растраты то есть записывайте туда ваши пассивы которые тратят ваши деньги и в конце месяца посчитаете сумму первого столбца и сумму второго столбца далее вам нужно из первого из ваших активов вычесть пассивы посмотрите на данную цифру она и будет ответом на вопрос чего вы стоите на самом деле если число получилось положительным значит вы довольно таки уверенно контролируете свои финансы и вам не о чем беспокоиться но если же у вас чисто получилось отрицательным или она очень близко к нулю то вам стоит задуматься так как у вас скорее всего есть какие-то большие задолженности и в первую очередь вам нужно стремиться избавиться от этих задолженностей то есть от ваших пассивов ну и когда у вас получилось распрощаться со всеми вашими кредитами долгами и ипотеками вам необходимо в первую очередь начать экономить и потом нужно задуматься над тем как же вам увеличить ваши личные доходы какие у нас бывают самые такие актуальные популярные растраты куда мы вообще в принципе чаще всего тратим деньги конечно же в первую очередь к нам на ум приходит да то что мы тратим деньги на еду на проживание если мы снимаем квартиру если же мы живем в своей собственной квартире то мы так или иначе платим за коммунальные услуги то есть это свет газ и вода от этого нам никуда не деться если же у нас есть машина мы платим налог за машину мы покупаем бензин заливаем машину это все наши растраты нам необходимо их записывать также растратами считается абсолютно все то есть ходили вы в кино купили вы попкорн обязательно запишите что вы потратили там 150 рублей на этот попкорн также куда мы еще тратим наши деньги это конечно же нам нужно одеть самого себя то есть это какие-то элементы одежды на это мы тоже тратим деньги это тоже необходимо учитывать также возможно если это у вас есть ребенок да конечно есть ребенок по-любому возможно если у вас есть ребенок в садик вы там сдаете допустим на новые занавески в группу это тоже будут вашими расходами и вам необходимо это все записывать ваш блокнотик или тетрадочку смотря куда вы пишете но во втором столбце вы должны записывать не только вашу заработную плату но также это что те доходы которые приходят вам от государства например если у вас есть вклад в банке то банк вам каждый месяц начисляет определенный процент и определенную сумму записывайте эту сумму даже если это будет там 5 или 10 рублей неважно записывайте абсолютно все также различные субсидии пенсии также записывайте если вам вдруг перечислили какой-то гонорар наследство возможно вас было день рождения вам дали денежный подарок да то есть все все эти деньги которые пришли ваш бюджет обязательно и запишите для того чтобы в конце месяца посчитать сколько всего вы потратили денег и сколько всего в этом месяце у вас вы заработали помимо того что вы контролируете свои расходы и доходы вы также и должны уметь планировать свой бюджет например вам в следующем месяце необходимо приобрести микроволновку потому что она вам очень нужна и здесь вы должны адекватно оценивать свои силы возможности будет ли у вас возможность допустим три тысячи в следующем месяце потратить на эту микроволновку или у вас не будет такой возможности в следующем месяце купить эту микроволновку возможно вам нужно будет себе где-то отказать например вы пошли с друзьями гулять все купили мороженое а вы лучше сэкономьте те же там 150 рублей да сэкономьте и в следующем месяце вас все-таки получится осуществить вашу цель вы сможете достигнуть этой цели и купить эту микроволновку то есть отказывайте себе в чем-то в чем-то незначительном экономьте на чем можете чтобы не выбиться из плана и действительно достичь и того чего вы запланировали и есть такая формула благодаря которой вы сможете отложить себе некую часть денег для какой-то возможно неожиданной покупки для какого-то там черного дня как его принято называть здесь вам поможет эта формула то есть когда вы получаете допустим заработную плату или вы вас было день рождения опять же вы до получили подарок денежный допустим 5000 рублей вам подарили от любого дохода вам нужно отнимать 20 процентов то есть 20 процентов это небольшая часть вы берете эти 20 процентов и кладете свою там копилочку и там свой кошелечек и не трогайте их то есть эти деньги у вас остаются на так называемый черный день а остальную сумму остальные 80 процентов вы можете потратить туда куда сочтете нужным есть еще одно базовое правило в управление личными финансами которая заключается в том что нам нужно заставить деньги работать на нас как это сделать нам нужно либо куда-то инвестировать либо вкладывать деньги и стоит заметить для того чтобы вкладывать или инвестировать деньги куда-либо нам нужно иметь свободные деньги на руках и сможем мы их иметь только благодаря тому что увеличим наши доходы и сократим наши расходы но об этом чуточку позже давайте поподробнее порога поговорим про инвестирование и вкладывание денег деньги есть три способа заставить работать деньги на себя первое мы можем вложить деньги в банк сделать открыть вклад в банке и вам каждый месяц будет начисляться определенный процент второй способ вы можете вложить ваши деньги недвижимость а точнее в строительство нового дома тем самым у вас будет бумага о том что вы являетесь владельцем части этого дома ну и третий вариант вы можете вкладывать деньги в различные акции или облигации опять же то есть вы вкладываете какую-то определенную сумму денег в акции вы становитесь владельцем на какую-то небольшую часть определенной фирмы и вам за это будет начисляться определенный процент но стоит заметить что вам нужно разбираться в акциях облигациях для того чтобы вы не упустили свои деньги чтобы ваш бизнес не прогорел а теперь давайте разберемся по порядку как же все таки на сокращать наши расходы и увеличивать наши доходы мы с вами уже чуточку ранее выяснили что нам необходимо записывать все свои расходы и когда вы запишите вы составите список то куда вы тратите деньги в течение месяца сядьте и проанализируйте действительно ли все эти растраты вам нужны или все-таки есть такие от которых вы можете отказаться например вы используете какой-то дорогой тариф мобильного оператора но не используйте весь этот пакет до конца у вас там остаются свободные гигабайты или допустим сообщения в данном случае вы можете перейти на более дешевый и более выгодный для вас тариф мобильного оператора тем самым вы сэкономите ну небольшую часть денег но все равно вы сэкономите или также возможно в вашем списке расходов есть такой список есть такой пункт как чашка кофе очень часто люди когда идут утром рано на работу или на учебу идут через кофейную покупает себе чашечку кофе она стоит среднем давайте 150 рублей возьмем и если каждое утро то тратить эти 150 рублей на чашку кофе то несложно догадаться что в месяц выходит довольно таки приличная сумма но согласитесь от отказаться от этой чашки кофе совершенно несложно ведь кофе можно и попить дома встать пораньше заварить себе сварить себе кофе и выпить его дома и сэкономить 150 рублей как мы уже выяснили в месяце эти 150 рублей у нас выйдут довольно таки хорошую сумму которую вы можете либо вложить куда-то либо приобрести себе то что вы то о чем вы давно мечтали кстати очень многие люди совершают такую серьезную ошибку когда берут пассивы в долг или в кредит напомню что к пассивам у нас относится наш дом машина для личного использования ну и кредит займы ипотеки и так далее то есть когда человек берет в кредит пассив он еще больше ухудшает свое финансовое положение так делать не нужно лучше немножечко подождать повременить и поднакопить свои деньги чтобы не нуждаться ни в каких заимствованиях как мы можем под накопить деньги мы можем либо устроиться на более высокооплачиваемую работу до чтобы больше откладывать чтобы быстрее там приобрести тот же автомобиль или квартиру если вы хотите купить или вы например можете освоить новую профессию повысить свою квалификацию тогда вы сможете больше зарабатывать и пытайтесь найти всегда дополнительный вид заработка например если у вас есть гараж которым вы не пользуетесь но вам все равно необходимо платить за него какие там определенные обязательные платежи здесь вы можете поступить таким образом то есть вот сейчас данной ситуации ваш гараж ваш гараж является пассивом но если вы будете сдавать ваш гараж в аренду какому-либо человеку своему соседу допустим он будет вам платить ежемесячно он вам будет платить каждый месяц определенную сумму и тем самым это обеспечит вас дополнительным заработком и вы сможете покрыть все вот эти обязательные платежи за ваш гараж то есть в этой ситуации мы смогли превратить наш пассив в актив также можно инвестировать в себя а точнее в свое будущее и такое инвестирование будет намного выгоднее чем допустим инвестиции в какие-либо компании например сейчас вы можете потратить деньги на какое-либо обучение освоение новой профессии я уверена что эта профессия в будущем вам принесет определенный доход есть особый перечень профессий которые возможно скоро уйдут с рынка труда поэтому нам необходимо с вами быть готовым ко всему освоите новую новую профессию например мастер ногтевого сервиса или допустим кондитера повар-кондитер профессии очень востребованы в наше время я уверена что они будут приносить вам доход вот оно классное инвестирование в будущее благодарю вас за внимание удачи в саморазвитии